Басманный суд арестовал всех пятерых подозреваемых по делу об убийстве Бориса Немцова. За заседанием суда следит наш корреспондент Тамара Нерсисьян. Она сейчас на прямой связи со студией. Тамара, здравствуйте. Как ведут себя фигуранты? Кто признает свою причастность? Да, Юрий, здравствуйте. Но фигуранты ведут себя довольно спокойно. Они никак не высказываются во время судебного заседания. В частности, когда шло заседание по избранию меры пресечения Зауру Дадаеву, он ничего не говорил. Но известно, что во время допроса он признал свою вину. Заура Дадаева было решено арестовать как минимум на два месяца до 28 апреля. Также было решено арестовать Анзора Губашева. Анзор Губашев, в отличие от Заура Дадаева, свою вину не признал. Известно, что и Губашеву, и Дадаеву уже предъявлено обвинение в убийстве Бориса Немцова. Предполагается, что они и осуществляли это убийство, то есть были киллерами. Также суд решил арестовать тех, кому обвинение пока не предъявлено, но тем, кто проходит по этому делу как подозреваемые. Это Тамерлан Эскверханов, Рамзан Бахаев и Шагид Губашев, он брат Анзора Губашева. Их также было решено арестовать на два месяца. Они свою вину не признают. И Тамерлан Эскверханов даже заявил, что у него есть алиби, что в момент убийства он якобы был на работе. Его коллеги могут это подтвердить. Но, как заявилось следствие, у следователей есть доказательства участия этих людей в убийстве Бориса Немцова. Гособвинение требовало для всех избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. И настаивало на этом в связи с тем, что обвиняемые и подозреваемые могут скрыться от следствия, могут продолжить заниматься преступной деятельностью, а также могут вступить в контакт с теми, кто, возможно, также принимал участие в организации убийства Бориса Немцова, но личности которых еще не установлены. Но стоит добавить, что все подозреваемые и обвиняемые уроженцы Северного Кавказа, и по одной из версий, которые рассматривают следователи, причиной убийства Бориса Немцова могли стать его высказывания относительно расстрела редакции «Шарлейбдо» в Париже. Известно, что буквально за несколько дней до своей гибели Борис Немцов получал угрозы по этому поводу. Ну вот буквально с минуты на минуту из зала суда должны вывести Анзора Губашева. Известно, я повторюсь, что уже всем подозреваемым и обвиняемым вынесена мера пресечения. Это заключение под стражу сроком на два месяца. Пока у меня все. Юрий. Тамара, приходили сообщения о том, что Заур Дадаев признал свою причастность к преступлению. Скажите, эта информация подтверждается? Я еще раз повторюсь, что во время суда Заур Дадаев ничего не говорил, и по крайней мере по этому поводу не высказывался, и свою вину в суде не признавал. Но есть информация, об этом говорят следователи, что он признал свою вину на допросе в отделении Следственного комитета. Да, Тамара, что ж, будем ждать от вас новых сообщений. Я благодарю вас. Напомню, на прямой связи из Басманного суда была моя коллега Тамара Нерсисьян.